Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня роллы. Вкуснейшая шаурма домашнего производства. Ссылочка будет в инфобоксе на рецепт. Правда, там рецепт без корейской моркови. Так как у нас дома была корейская морковка, я решила ее тоже добавить. Немножко пожарила. Получилось очень вкусно и аппетитно. И также у нас здесь интересные такие роллы. О чем мы будем сегодня с вами болтать? Мы будем говорить про мое поступление в универ и мой первый день в университете. Чем университет отличается от школы и так далее. Меня просили рассказать и я решила вообще обширно рассказать, потому что первый день в универе у меня прошел очень смешно. Также хотелось поблагодарить всех вас за 7 тысяч на моем бумажном канале. Я его открыла, получается, 2 числа и уже у меня 7 тысяч подписчиков. За такой короткий срок. Я реально очень благодарна вам. Чай, кстати, у меня с клюквой. В общем, когда я была в 9 классе, родители уже начали мне задавать вопросы. Айка, куда ты будешь поступать? Никакого давления со стороны родителей абсолютно не было. Я хотела просто на юридический поступать, но папа сказал, что это не очень женская профессия, это сложная профессия, опасная. Поэтому не советую, но все же выбирать мне. Хотела поступать на экономиста, но все вокруг говорили, столько экономистов с дипломами на рынках торгуют. И вообще я заметила, что у нас, например, в классе процентов 70 поступали на экономический. Поэтому я понимала и осознавала, что конкуренция при поиске работы будет максимальной. Поэтому я немного даже сомневалась. Потом я поняла, что мне ближе всего экономический. Я прошла в интернете онлайн-тест, какую профессию я хочу. И там реально был такой вопрос, что вы любите больше всего убираться дома, не знаю, играть в школу, разбирать семейный альбом. Я поняла, что больше всего я люблю работу с бумагами. Выбрала экономический, готовилась я полтора, получается, года. Один год целый, еще половинку следующего года. Вот, и поступила я на платное отделение. На бесплатное я вообще даже не планировала, потому что я понимала, что это просто нереально. Как сейчас помню, мне пришло смс. Я заходила в метро, и там было написано, раз в Айнур вы поступили в такой-то университет, на очное отделение, поздравляем. Я просто, увидев эту смс, начала прыгать от радости. Все вокруг люди в метро смотрят на меня, что произошло, что же она такого увидела. Я такая начала кричать, я поступила, я поступила. И все такие, поздравляем. Все нормальные люди. И перед первым сентября, у нас это 15 сентября, когда ты идешь уже в универ, уже узнают, где он находится конкретно, в каком филиале ты учишься. И так далее. Ну, я совершенно не парилась по этому поводу. Оставила все на последний день. И уже когда мне надо было идти на занятия, посмотрела в Google Map, где же находится корпус, потому что главный корпус я знала, где находится я. Там уже был корпус, где мне предстояло учиться. Он находился на Нариманово. И конкретно, где он находится, я не знала. В общем, я так нервничала. Оделась, разоделась, взяла свою самую классную сумку. Я так боялась. То есть я думала, что вот этот первый день уже сложится впечатление о нас. И уже учителя поймут, кого можно срезать, заваливать на экзамене, а кого нет. У меня было такое, как бы, понятие обо всем об этом. В общем, я целый час не могла найти место универа. И, получается, я пришла на первый урок, на вводный урок. Спустя уже 20 минут я очень сильно опоздала. Я такая захожу в аудиторию. И говорю, это 524-я М-группа. Учитель такой, да. Я говорю, отлично. Захожу и сажусь сразу. И учитель мне такой, а где вы были? Кто вы такая? Я вообще уже поставил вам N. N это то есть нету на уроке. Я такая говорю, я заблудилась и сажусь. И учителю это показалось максимально нагло. Он подумал, что просто я так борзо с ним разговариваю, что я заблудилась. А я реально говорила, что я заблудилась. И все как бы начали смеяться. И учитель это как-то воспринял, как будто над ним издеваются. Что-то я не помню, он сказал. Я смотрю, вы очень остроумная. Я говорю, а я не шучу, я реально заблудилась. Короче, я потом поняла, что это со стороны выглядело, как будто я хамлю учителем. Педагогу. Доценту. Понимаете, некрасиво очень. В общем, просидела я на уроке, познакомилась с девчонками, с которыми я буду учиться уже. Было очень как бы неудобно у нас в универе, что дети, которые учатся на разных языках, часто сидели в одной группе, и нам говорили, что вы должны знать все эти языки. Русский, английский, азербайджанский. Ну, например, мне воспринимать материал на азербайджанском было очень сложно, потому что я училась на русском. Были некоторые трудности. Все всегда оставляла на последний день. Вот всегда. Например, у меня 17 числа экзамен, я начинаю готовиться 16 вечера. И каждый раз я себе говорила, Айка, почему ты не можешь начать заниматься, учить материал в период не сессии, пораньше, где-то 4-5 дней раньше хотя бы. Одногруппники, одногруппницы у меня были хорошие. То есть никаких проблем у меня особо таких не было, если честно. То есть все адекватные, культурные люди. После первой сессии уже группа становилась чуть-чуть меньше. На втором курсе еще меньше, потому что были люди, которые завалили, например, какой-то экзамен, а не пройдя, например, математику 1, ты не можешь пойти на математику 2. Поэтому с каждым годом группа становилась все меньше и меньше. Ну, таких, сказать, прям наглых девчонок. Каких-то обезбашенных. Такого не было. Единственное, что я обратила внимание, если сравнивать мою школу и прям сразу универ, я когда первый раз увидела своих одногруппниц, я была в шоке от того, насколько они были все ухоженные, все красивые, разодетые. В школе такого не было. Я просто училась в обычной школе. Универ у меня был не государственный, а частный. И, понятное дело, там были все фифочки, все с нарощенными ногтями. То есть очень хорошо одеты, ухоженно, прям приятно пахнет от каждой. Красивые одеты. Все очень красиво одеты. То есть приятно было находиться в одной аудитории. Такой был огромный контраст. И я поняла, что пора тоже ухаживать за собой, делать маникюрчик, гейлак. Роллы, конечно, очень вкусные. Последний. Он с рыбкой, сыр Филадельфия, огурчик и сверху тоже огурчик. У меня журчит живот, ужас какой-то. В общем, университетские годы у меня прошли гораздо лучше, чем школьные годы. Школу я вообще ненавидела. Универ не настолько. Учителя тоже все пытались дать знания. Не было такого, что кто-то хочет тебя завалить. Вообще такого не было. Другой вопрос. Хочешь ли ты получить эти знания? Чай, конечно, вообще бомба. Он очень полезный. На улице дождь, пасмурная погода. Я хотела пойти на лазерную эпиляцию, потому что просто невозможно. У меня усы. У меня борода. Вообще у нас была девочка, которая уже где-то 7 лет ходит на лазерную эпиляцию. Она говорила, что волосы на лице только увеличиваются. На лице от волос избавиться невозможно, потому что пушковые волосы, и они потом становятся еще жестче. Но я уже привыкла ходить на лазерную эпиляцию. Я уже смирилась с той мыслью, что возможно волосы не пройдут. Но зато где-то полгода я хожу без ничего на лице. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.